Привет ценителям классной домашней еды. Ну, котлеты это вообще то, что доктор прописал. Говядина и свинина у меня. Черный перец, соль, измельчаю. Чем еще сдобрить мясной фарш? Это может быть ваше решение какими-то травами, которые нравятся. Чеснок я раскатаю качелями, чесночными. Ну, примерно 5 зубчиков, а мяса тут будет где-то полтора кило. Примерно 200 граммов хлеба белого. Отжимаю так, чтобы он не был мокрым, а чтобы остался влажным. Но это важно, чтобы фарш не был слишком жидким и не тек. Отжал хлеб. Петрушку буду использовать, вмешав ее в фарш. На Кавказе часто используют кинзу. Ну, где-то полторы луковицы у меня. И мелко резать не надо, потому что они пойдут через мясорубку. Свиная лопатка. Ну, так симпатичная. Ну, тоже надо мясо нарезать так, чтобы проходило в приемное отверстие мясорубки. Ну, а кость в этой лопатке, ну, я ее особо очищать не буду. Будет такой маленький супчик. Измельчаю свинину, добавляя лук. А говядина у меня, я ее добавлю уже скоро. Была заморожена говяжий фарш. Ну, вот он, где-то 600 граммов его здесь. Добавляю к свинине. Добавляю черный перец, растертый с солью. И чеснок. Можно добавить аджику, ну, примерно чайную ложку. Ну, я и добавляю. Ну, несколько меньше добавил. Смешиваю и размешиваю. И пропущу еще раз через мясорубку. Потому что оно лучше смешается. Пропускаю, ну, использую довольно тонкие ячейки решетки. Не крупные, скорее мелкие. В конце отправляю в мясорубку хлеб. Некоторое его количество останется в мясорубке, но это можно перерезать. Петрушка. Ну, теперь надо фарш вымесить как следует. А как следует? Следует вымесить тщательно. Яйцо добавлять или нет, это решение каждого. Ну, с яйцом фарш становится более стабильным. Ну, это не обязательно. Яйцо я имею ввиду. Отбивать не стал. На час в холодильник, а лучше на два. Фарш станет более плотным. Можно обвалять в муке или в панировке. В панировочных сухарях. Но сухари предпочтительнее. Беру фарш. Ладонями, круговыми движениями получается шарик, а затем вперед-назад ладонями. Ну, и получается что-то такая удлиненная подушка. Обвалять в сухарях. Сейчас покажу. Чуть медленнее. Ну, вот круговые движения получается сфера. Ну, шарик. Затем вперед-назад. Возвратно-поступательное движение. Удлиненная подушечка. Теперь очень легко формовать, и фарш не липнет к рукам после холодильника. А после сухарей тем более не липнет. Что касается размера, то это на ваше усмотрение. Это домашняя кухня, и поэтому котлетки могут быть побольше, поменьше. И не обязательно равного размера. Кому-то хочется побольшую котлету, а кому-то хочется маленькую. Я пожарю на топленом масле. Но можно вполне обойтись растительным. Фарш не слишком жирный. Так что топленое тут нормально. Укладываю средний нагрев. Накрываю крышкой. Две, а то и три минуты. Даже нагрев ниже среднего. Чтобы вся масса котлетная прогрелась как следует. Потом смотрю, сняв крышку и держу еще одну, а то и две минуты. Ну вот до такого состояния. Переворачиваю. Можно еще на одну-две минуты накрыть крышкой. Но уже не обязательно. Две стороны прожарились. Но так как я в духовку не буду отправлять эти котлеты. Надо жарить еще. Жарю бока, торцы. Вот на попа поставить это не удастся как-то. Ну может и удастся, но достаточно сложно. Жарю со всех сторон. И всего где-то минут 12-13 на среднем нагреве. Готово первая партия. Можно снимать подачу. Ну и разрезать можно и попробовать. Не забудьте посолить как следует. Хорошая соль. Ну один из важных составляющих классного вкуса конечного изделия. Приятного аппетита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok